всем привет дорогие друзья я приветствую вас из солнечной испании сегодня я расскажу вам о большой проблеме юга испании изменение климата и его влияние на нашу жизнь уже сегодня последние десятилетия среднегодовая температура увеличивается а количество осадков снижается все чаще случаются засухи наводнения и лесные пожары климат становится все жарче и все засушливее засуха засуха и острая нехватка воды шестой год здесь продолжается и согласно прогнозам из изменения климата засухи будут происходить с большей чистотой и продолжительностью ближайшие годы андалузия высыхает юг испании становится все больше и больше похож на африканскую пустыню снижается уровень воды в реках и озерах что угрожает биоразнообразие и экосистеме региона сельское хозяйство страдает от нехватки воды для полива что приводит к снижению урожайности и качество посевов засухи увеличивают экономические трудности агрохозяйств и повышают цены на продукты речь даже идет о пищевой безопасности всей Европы потому что Испания является житницей Европы провинции Малага есть несколько искусственных водохранилищ вода из которых идет на нужды населения и на полив сельхозугодий юг Испании страдал от засухи в прошлом году год назад в марте водохранилища были заполнены на 38 процентов от своей емкости а сейчас запасов воды стало еще меньше водохранилища заполнены лишь на 16 процентов это всего-навсего 98 гектометров кубических дождей всю зиму было очень мало и водохранилища не пополнялись исключительно длительная засуха влияет на многие повседневные вещи в многоэтажках снизили напор воды в ночное время на пляжах отключен душ выключены большинство фонтанов и улицы города не моют так часто как прежде и это уже заметно город становится грязнее конечно здесь был фонтанчик журчала вода теперь все перекрыто воды нет пока паники нет в кранах течет вода в море можно купаться но проблема серьезная подобные серьезные водные кризисы наблюдались в 1995 году и в 2000 году например во время запасухи в 1995 году распределение воды в малаге было ограничено шестью часами в день в андалусии проживает более восьми с половиной миллионов человек а в прошлом году андалусия побила свой рекорд туризма за всю историю регион посетила не менее 33 и девяти десятых миллиона туристов каждый третий из них был иностранцем если запретят наполнять бассейны ограничат прием душа туристы выберут другие направления поэтому региональное правительство андалусии принимает меры для преодоления водного кризиса нельзя допустить потери туризма выделены 217 миллионов евро на ремонт протекающих труб которые являются основной причиной потери воды большие инвестиции сделаны в новые водоочистные сооружения и увеличиваются мощности опреснительных установок в некоторых городах устанавливаются портативные установки для опреснения морской воды в конце февраля был открыт крупный трубопровод по которому переработаны источные воды транспортируется с очистных сооружений города пиньон дель куэрмо сельскую местность для орошения ходят слухи что фермеры не желая платить за воду для полива делают незаконные скважины и выкачивают грунтовые воды усугубляя и так печальное положение с водой ведутся работы по расширению опреснительной установки в марбелье к осени ее мощность увеличится до 20 кубических километров в год обычно на пасху в жилых комплексах наполняют бассейны открывают купальный сезон однако сейчас все в недоумении из-за противоречий в законах провинции и местных распоряжениях закон провинции разрешает использование бассейнов если они были недавно построены и допускается восполнение испарений 2-3 процента ежедневно местные власти распорядились отключить душ и туалет в бассейнах а по закону бассейн без душа и туалета эксплуатировать нельзя народ ропщет и требует внести ясность если засуха продолжит усиливаться региональное правительство андалузии в качестве экстренной меры рассматривает доставку воды кораблями каждый танкер мог бы привести 40 тысяч кубометров питьевой воды или 100 тысяч кубометров сырой воды которую нужно было бы очистить но это вариант уж совсем на крайний случай потому что стоимость транспортировки предложенного объема воды составит около 10 миллионов евро в месяц а пока народ призывает экономить воду уменьшить полив садов огородов летом возможно введут запрет на наполнение бассейнов поживем увидим но проблема большая так что пока нас здесь не столько мавры беспокоит сколько изменение климата ну будем надеяться на решение проблемы каким-то образом на этом я с вами прощаюсь благодарю за внимание и до новых встреч всем пока